МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша, информационная программа Республика. В студии Ольга Панова. И вот главная тема выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Отстрелялись. Кто из участников фестиваля фейерверков устроил лучшее шоу в небе над Чебоксарами? Традиции разные, страна одна. В Чувашии прошел 23-й всероссийский фестиваль «Родники России». Здоровье женщины, здоровье нации. В Чебоксарах проходит конференция врачей-онкологов. В Чувашии увеличен прожиточный минимум населения за первый квартал этого года. По сравнению с концом прошлого, эта цифра выросла на 19% и составила в среднем 8 352 рубля. Если конкретно, для детей 8 496, для пенсионеров 6 796, трудоспособного населения 8 844 рубля в месяц. Исходя из этих величин и будут рассчитываться суммы субсидий и других форм государственной поддержки. Правительство Чувашии рассмотрело и госдоклад о состоянии условий охраны труда в Чувашской республике, который подготовила Минздравсосразвитие по итогам прошлого года. В 2014 году стартовала программа улучшения условий и охраны труда, рассчитанная на период до 2020 года. Только за год на ее реализацию было затрачено свыше полумиллиарда рублей, что позволило достичь практически всех запланированных индикаторов. На охрану труда в среднем было потрачено свыше 6,5 тысяч рублей на одного работающего. В 2014 году число пострадавших на производстве снизилось на 15% к уровню 2012 года. Число пострадавших с тяжелыми последствиями по сравнению с 2013 годом снизилось в целом 0,3 раза. Однако произошел рост погибших на производстве в абсолютном выражении на одного человека плюсом. Более 800 работодателей Чувашии провели специальную оценку условий труда вместо прежней аттестации рабочих мест. По итогам спецоценки 75% рабочих мест из проверенных оказались с оптимальными и допустимыми условиями. Экономический эффект от всех проводимых мероприятий по охране труда превысил 167 миллионов рублей. У членов Центральной избирательной комиссии Чувашской республики началась напряженная пора. Как мы уже сообщали вчера, состоялось выдвижение в Рио главы Чувашии Михаила Игнатьева на пост главы республики от партии «Единая Россия». Еще 8 региональных отделений определились со своими кандидатами. Вчера же вечером Михаил Игнатьев сдал необходимые для регистрации документы. Сегодня рабочая группа продолжила свою работу. Очередное заседание проходит в такой знаковый период избирательной кампании. Очень активно два дня идет сейчас деятельность по выдвижению и по выдвижению кандидатов. Вчера в течение дня 9 региональных отделений политических партий провели свои конференции либо собрания и выдвинули 9 кандидатов на должность главы Чувашской республики. До 24 июля всем кандидатам необходимо собрать по 280 нотариально заверенных подписей муниципальных депутатов, чтобы пройти муниципальный фильтр. ЦИК дал разрешение на открытие избирательных счетов всем кандидатам на должность главы Чувашии. Утвердил перечень региональных государственных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время и печатную площадь для проведения выборов. В их числе и наша телерадиокомпания. Напомним, что 13 сентября в республике состоятся еще и выборы глав местного самоуправления. Более подробно начавшейся предвыборной кампании расскажет председатель ЦИК республики Александр Цветков. Смотрите его интервью сразу после информационной программы республика. Водвижение на 22 конференции Чувашского отделения партии «Единая Россия» кандидатуру Михаила Игнатьева на должность главы Чувашии остается темой номер один. Об этом говорят участники конференции. «Безусловно, мой выбор – это Михаил Васильевич Игнатьев. Я считаю, за пять лет его руководства республика сделала большой шаг вперед во всех сферах. Это видно из отчетных материалов. И я, как депутат Госсовета, постоянно видим, утверждаем бюджеты, утверждаем планы на последующие периоды. Пять лет уверенного роста. Я считаю, отличное показать. Пять лет республика жила, работала, есть определенные успехи. Мы надеемся, что и в дальнейшие годы мы будем также двигаться по намеченному пути. Я горжусь тем, что мы выбрали кандидата от партии «Единая Россия», и это кандидат Михаил Васильевич Игнатьев. Женщины города поддерживают кандидатуру Михаила Васильевича Игнатьева. И, конечно, мы чувствуем постоянную заботу о городе, большое внимание к заботам о спорте, физкультуре, о здравоохранении. Поэтому с большой активностью будем участвовать в выборах и поддерживать нашего кандидата Михаила Васильевича Игнатьева. Здоровье женщины, здоровье нации. Под таким девизом врачи-онкологи проводят конференцию, на которой обсуждают вопросы профилактики и ранней диагностики рака молочной железы. Сегодня этой проблемой озабочен весь мир. И Чуваше не исключение. Рак молочной железы – одна из главных причин смертности женщин. И именно на этом направлении сосредоточены усилия. Открываются мамологические кабинеты, приобретаются передвижные мамологические комплексы. Связь между ранней диагностикой и благоприятным исходом очевидна. Уже в стране очень много сделано. Около двух с половиной тысяч мамографических кабинетов. Женщины приходят на мамографическое обследование. Они стали более ответственно относиться к своему здоровью. И вот по последним данным за последние 10 лет, благодаря этому снизилась летальность на 26%. Одногодичная летальность. Это очень неплохой показатель. Важно не только вовремя сделать мамографию, но и сделать ее правильно. Увидеть то, что необходимо. Задача врачей – наладить тесное взаимодействие, используя возможности современных технологий и крупных диагностических центров. Кроме того, необходимо обеспечить максимальный охват населения скринингом. И главное – научить пациента не бояться этого диагноза, а вовремя обращаться за лечением. Но усилиями только врачей и онкологов это невыполнимо. А когда объединится все общество, когда власть этим займется, когда бизнес будет привлечен, вот тогда можно существенные успехи достигнуть. Ведь очень важна ранняя диагностика. Ранняя диагностика среди всего населения. Можно привлечь к скрининговым мероприятиям, к профилактическим осмотрам, донести это до населения, а это невозможно сделать нам в одиночку. Помимо пленарного заседания, в программе конференции мастер-классы на базе республиканского онкологического диспансера для рентгенологов. Кроме того, большое внимание уделено такому важному направлению, как онкопсихология. Елена Гальперина, Регина Кубайкина, Александр Петров. Республика. Вчера на Красной площади наградили победителей 8-го международного фестиваля фейерверков. Напомним, в этом году в конкурсе участвовали 5 российских команд и несколько зарубежных. Фестиваль продолжался 2 дня. Вечером 23-го конкурсанты продемонстрировали программу, посвященную 70-летию Великой Победы. Пиро Рос из Сергиева Посада и белорусский Кальвин, старые знакомые чебоксарских зрителей. Кальвин даже трижды становился победителем чебоксарского фестиваля фейерверков. Выступления новичков, глав спецсалюта из Москвы и Нигмы Фойерверк из Болгарии тоже были яркими и интересными. Но болели жители и гости столицы, разумеется, за наших. В результате команда «Пироснаб по Волжье» заняла первое место. Именно победителю выпала честь выступить в День Республики с программой «Славься, Чуваше». В День Республики центральные улицы Чебоксар превратились в пеструю, колоритную и бурлящую реку. Шествие участников фестиваля «Родники России» уже стало традиционным. Песни, танцы, яркие краски – все слилось в одну большую живую картину. Творческие коллективы из многих регионов России и Республики Беларусь каждый со своим колоритом и самобытностью радовали зрителей и простых прохожих. Шествие участников фестиваля «Родники России» проводится ежегодно. И с каждым разом коллективов, которые принимают в нем участие, становится все больше. В этом году по главным улицам с оркестром прошли тысячи с лишним человек. Впервые присоединились к шествию народной ансамбль Всечувашского Акатуя. Очень красивое, красочное зрелище. И очень много людей вышло на улицы. Это настоящий праздник, творчество. Очень красивый. И я думаю, что он порадует гостей и также наших жителей, нашего города. Показать, насколько много гостей к нам приезжает. Насколько многообразно, красочно это творчество, это искусство, народное искусство. Для участников шествия был заготовлен сюрприз. Студенты чебоксарских учебных заведений организовали флешмоб. Они выстроились в живую цифру 95. Именно столько лет исполнилось Чувашии. Увидеть народное творчество, познакомиться с национальными особенностями культуры различных регионов России. Такую возможность дает это шествие и фестиваль. А самое главное, он питает неиссякаемый родник народного творчества. И поэтому участники и зрители уже сейчас начали ждать следующего года. Татьяна Леонтьева, Алена Алтухова, Александр Петров, Республика. Каждый год в День Республики на площади Речников разворачивается интерактивная зона. Компания «Мегафон» предлагает жителям сыграть в современные игрушки. И попробовать их спешат не только дети, но и взрослые. Репортаж с «Мегафон-арены» и рассказ о предприятиях, участниках выставки регионы «Сотрудничество без границ». Вы увидите далее. А я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. И до встречи в эфире национального телевидения «Чуваши». В век информационных технологий и развлечения должны быть соответствующими. И пока такие IT-игрушки есть не у каждого в доме, попробовать в них сыграть можно было в День Республики на площадке «Мегафон-арена». Каждый участник мог бесплатно покататься на «Сегве» и поучаствовать в селфи-баттле, собрать на скорость магнитный пазл и отдохнуть в удобных креслах в зоне свободного Wi-Fi интернета. Дети облюбовали площадку интерактивного гольфа. Никаких клюшек. Шар-робот «Гоу-сфера» управляется через планшет. Но чтобы загнать мяч в лунку, нужна практически спортивная сноровка. Специальные призы сегодня приготовлены для тех, кто сделает самое массовое селфи на территории «Мегафон-арены». Для этого собираем как можно больше друзей рядом, делаем фотографию и выставляем ее в социальную сеть с хэштегом «По-настоящему рядом». Каждый, кто сделал и выложил фотографию по всем правилам, мог получить ее в распечатанном виде. Специальный инстапринтер находит все фото в интернете по заданному хэштегу. Несколько минут и фото уже в ваших руках. Мне лично понравилось очень фотографироваться. Это такое прям радостное событие. Вообще мы любим фотографироваться. Да, и выкладывать фотки в своем инстаграме. Да, и получить фотографию бесплатно, которую распечатали на инстапринтер. Очень приятно, спасибо. Мы прошли все площадки. В первую очередь собрали пазл, так как мы любим собирать пазлы. Потом прокатались. Здесь прошли трек, получается, да. Сегвей сделали селфи, сфотографировали. Шар тоже интересным было, понравились. И отвечали на вопросы. Получили пять стикеров. Сейчас идем в виртуальную реальность. Виртуальная реальность – главный приз для тех, кто смог собрать стикеры со всех пяти зон. А значит, по-настоящему готов к фонтану нереальных эмоций. Сплатно принять участие в работе интерактивных площадок. Я очень рад, что сегодня попал на арену «Мегафон». На ней я в первый раз. Ну, мне очень понравилось сегодня катание на сегвее. На самом деле, очень интересная штучка. Отличается от катания на велосипеде. На велосипеде я люблю кататься на велосипеде, но сегвей вполне так понравился. Надеюсь, в будущем такие штучки будут распространены везде. Ну, надеюсь, что «Мегафон» в ближайшее время будет проводить такие мероприятия чаще, потому что это очень интересно. Народ увлечен, привлекает очень внимание, играет красивая музыка. Мне очень понравилось. Испытывать новые ощущения вдвойне приятней, когда есть с кем поделиться, когда с тобой друзья и близкие, когда твоя сотовая компания по-настоящему рядом. Выставка – отличная площадка для завязывания новых деловых контактов, обмена опытом, знакомства с выгодными предложениями. В поисках новых клиентов предприятия демонстрируют свои достижения и новейшие разработки. Не отстают от них и финансовые организации. Так, Чуваш Кредит Промбанк презентовал новую акцию для бизнеса «Развивайтесь с нами». Комплекс льготных расчетно-кассовых услуг был разработан к 25-летию банка. Воспользоваться предложением могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, у которых пока не открыты счета в Чуваш Кредит Промбанке. Условия акции «Развивайтесь с нами» предусматривает льготное обслуживание расчетного счета, а также распространяется на те услуги, которые в настоящее время наиболее необходимы бизнесу и корпоративным клиентам. Помимо бесплатного открытия расчетного счета, предприятие может воспользоваться целым рядом дополнительных возможностей, которые так или иначе позволят сэкономить бюджет в условиях непростой экономической ситуации. Например, совершенно бесплатными для организации будут заверения сотрудникам Чуваш Кредит Промбанка карточки с образцами подписей и отиска печати, все внутрибанковские платежи, открытие и ведение счета корпоративной карты. То есть это ведение счета составляет всего 500 рублей. Открытие счета, открытие текущего счета, открытие счета корпоративной карты составляет 0 рублей, то есть совершенно бесплатно. Все внутрибанковские платежи, осуществляемые как по системе интернет-банк-клиент, так и без этой системы, совершенно бесплатно. Оформить услуги в рамках акции возможно до конца текущего года во всех офисах Чуваш Кредит Промбанка. За дополнительной информацией бизнесмены могут обратиться и в Ледовый дворец. В течение всей дней выставки здесь работают опытные консультанты банка. Кроме того, для жителей Чувашии проводится акция «Удачный платеж». Чтобы выиграть карту для безналичной оплаты покупок или услуг номиналом 1000, 5000 или 10 000 рублей, необходимо совершить два платежа через терминал, который находится на выставочном стенде банка. Розыгрыш состоится 26 июня в 15.00. Подробности по телефону 309 390 309 819. «Ростелеком» выступил техническим партнером выставки «Регионы сотрудничества без границ». Компания предоставила организаторам и участникам мероприятия услуги цифровой телефонии доступ в сеть интернет. Ну а для посетителей приготовила интересную экспозицию. Для всех жителей Чувашской республики, пользуясь случаем, я не могу не поздравить всю нашу замечательную республику с ее праздником, с днем рождения, с замечательным праздником. Мы представляем самый широкий спектр услуг, это и традиционная телефония, как уже, наверное, многие знают, которую мы представляем много лет, и совершенно новые сервисы интерактивное телевидение. Естественно, все виды проводного и беспроводного доступа на самых высоких скоростях. У стенда горожане гости столицы могут получить подробную информацию об интерактивном телевидении и протестировать такие сервисы, как мультискрин, караоке, управление просмотром. Компания Ростелеком предоставляет уже услуги интерактивного телевидения, то есть теперь каждый наш клиент может воспользоваться такими возможностями, допустим, как приостановить ту или иную передачу. К тому же есть такая возможность, допустим, прокручивать назад ту или иную передачу. То есть, опять же, можно это все продемонстрировать. Представить какую-нибудь ситуацию, ну, даже тот же самый футбол. Если человек, допустим, не увидел, не заметил, или, допустим, решил себе сделать чай, в этот момент забили гол, то, соответственно, человек расстроится. С нашим же интерактивным телевидением уже будет возможность просмотреть заново этот гол и уже вместе со всеми уже порадоваться. Уже сейчас абонентам интерактивного ТВ Ростелекома доступно более 200 телевизионных каналов в цифровом качестве, в том числе до 30 в формате высокой четкости. В их число входят популярные эфирные и спутниковые каналы разной тематики – кино, спорт, новости. Количество абонентов Ростелекома постоянно растет. Скоро пользоваться разными услугами компаний смогут жители самых отдаленных уголков нашей республики. В течение 2015 года мы полностью закроем оптоволокном город Чебоксары. Сейчас у нас покрытие составляет 98%, и недоставшиеся 2% мы доберем. Поэтому к концу года абсолютно все жители города Чебоксары и, естественно, Новый Чебоксар, с которым мы уже покрыли, могут воспользоваться нашими самыми современными услугами. На 2016-2017 год запланирована масштабная стройка в районы в рамках большого проекта «Устранение цифрового неравенства». Мы дойдем оптоволокном в достоинственных пунктах с населением от 250 до 500 человек, и уже еще больше жителей нашей замечательной республики могут воспользоваться нашими услугами. Подробнее обо всех услугах компании Ростелеком можно узнать на выставке регионы «Сотрудничество без границ» до 27 июня, а также ежедневно по будням в офисе обслуживания клиентов на улице Гагарина. Сертифицированную продукцию для тракторов и другой сельхозтехники можно приобрести прямо в Чувашии. Ремснаптрактор давно зарекомендовал себя как надежный поставщик качественных запасных частей, рукавов высокого и низкого давления, высокопрочных метизов и других изделий для крупногабаритных машин. Основная продукция организации – рукава высокого и низкого давления. Сферы их эксплуатации – самая разная. Они отлично выдерживают высокую температуру и давление. Подходят для гидро- и пневмосистемы, транспортировки гидравлических жидкостей, топливо, химических продуктов, моющих средств и многого другого. Наше механическое производство производит запасные части на высокоточном оборудовании. Стопроцентный контроль выпускаемой продукции на механическом производстве обеспечивает высокое качество. Сборочный участок, который производит рукава высокого давления, использует комплекты оборудования итальянского, французского производства. Рукава Ремснаптрактора применяются на всех российских заводах, занимающихся сборкой троллейбусов. Также доверяют продукции Чувашской организации в Якутии, Амурской области, на Дальнем Востоке и везде, где эксплуатируются тяжелые промышленные трактора и необходимые морозостойкие рукава. Но это далеко не весь ассортимент, который предлагает предприятие. Кроме изготовления рукавной продукции, наше предприятие занимается комплектацией диагностических комплектов для проверки гидравлических систем. То есть туда входят рукава, которые изготавливает наша организация и манометры, которые позволяют полностью продиагностировать любое гидравлическое оборудование. Весь ассортимент предоставляемой продукции можно увидеть на сайте Ремснаптрактора. Метизы, запасные части для всей техники Четра и многое другое можно заказать, не выходя из дома и полностью рассчитав сумму покупки. Свою заявку можно отправить по электронной почте или непосредственно связавшись с офисом. Самый главный телефон – это 5401-5405. Мы изготавливаем рукавное оборудование по образцам или по параметрам, которые укажут нам наши заказчики. Изготовление занимает даже от 5 минут до 10 минут. Есть более сложные, нестандартные, которые мы тоже изготовим день или два. Офис Ремснаптрактора расположен в Чебоксарах по адресу Хузангай, 14, офис 510. Найти организацию можно на 22-й межрегиональной выставке «Регионы. Сотрудничество без границ. Стенд номер 16». Новинки завода «Ядрен молоко» недавно появились на рынке Чуваши, но уже успели завоевать любовь покупателей. У стенда предприятия постоянно собирались посетители, которые покупали вкусные продукты и с удовольствием дегустировали новинки. Очень вкусный, очень бодрящий, такой свеженький, очень приятный. Маска сливочная и творог мы покупаем. Очень нравится эта продукция. Натуральный вкус имеет. У меня сахарный диабет, поэтому я часто покупаю творог. Ядренский мне очень нравится. Тем более я в садике работаю, ядренский тоже в садике привозят. Я люблю такой сок. На выставке «Регионы. Сотрудничество без границ» мы презентуем наши новинки. Это сыворочные напитки с соком яблока, с соком ананаса, с соком персика и маракуйя. А также наши творожные десерты с изюмом, курагой и ванилином. Ядрен молоко производит широкий сортипенд молочной и кисломолочной продукции. Она выпускается на современном оборудовании. Продукция ядрен молоко представлена не только в магазинах Чебоксара и Чуваши. Есть представительство и в других регионах России. Я приехала из республики Татарстан, Аксубайский район, Новая Аксубаева. Я приехала сюда специально посмотреть День гор, День республики, а также Агадой. Я услышала, что сегодня проводится большая ярмарка. Приехала посмотреть ярмарку. Мне ярмарка очень нравится. Я часто посещаю город Казань и всегда выбираю продукцию ядрен молоко. Там в чеховском рынке есть отдел, всегда продается. Мне очень нравится и молоко, и кефир. Недавно ядрен молоко прошло аудит ритейлеров и получила высокую оценку. Сейчас идут переговоры о том, чтобы качественная и вкусная продукция предприятия появилась и в сетевых магазинах других городов страны. Химическая технология, фармации, землеустройство и кадастры, а также многое другое. Все это новые специальности в Чувашском государственном институте имени Ульянова. Один из ведущих вузов страны представлен на 22-й межрегиональной выставке регионы сотрудничества без границ. В этом году Чувашскому государственному университету выделено 1501 бюджетное место. Хочу сказать, что уже известный контроль цифры приема на следующий учебный год. И эта цифра возрастет. В следующем году мы получим 1634 бюджетных места. Это нас очень радует, поскольку дает возможность нашим абитуриентам, не уезжая из республики, получить качественное образование по аккредитованным образовательным программам. К слову, хочу сказать, что все программы Чувашского государственного университета получили государственную аккредитацию. Планы на будущее у нас оптимистичные. Мы хотим строить бассейн университета, укреплять материально-техническую учебно-лабораторную базу новым оборудованием. Вот до чего техника дошла, вернее робототехника. Эта змея может и не выглядеть настоящей, но реагирует на угрозу не хуже живой рептилии. Проектировать, конструировать и программировать таких роботов учат на машиностроительном факультете университета не только студентов, но и всех желающих школьников со 2 по 11 класс. Для чего мы преподносим такие занятия для школьников? Для того, чтобы они начинали с таких маленьких роботов, Lego, Mindstorms и так далее. И в дальнейшем своем развитии заканчивали в промышленных роботах, которые нужны для промышленности, для машиностроения. Еще одной интересной площадкой университета стала инновационная фотобудка. Здесь каждый желающий мог сделать фото на память. Одно легкое движение и коллаж с фотографиями уже в ваших руках. Кстати, эту фотобудку студенты ЧГУ также сделали сами. В школе вместе со студентами сделали такую штуку. Надо будет подойти и хлопнуть, и она снимает. Потом можно будет с этой фотографией уже на память оставить. На многих мероприятиях университета очень хороший способ привлечения внимания. И многие студенты с радостью подходят и хлопают. Сами студенты довольны университетом и нисколько не жалеют о своем выборе. Я учусь в Чувашском государственном университете имени Ульянова на медицинском факультете. Мне очень нравится здесь учиться. Я нисколько не жалею, что поступила именно сюда. Здесь дают хорошее образование. И помимо учебы здесь можно заниматься общественной деятельностью, творческой деятельностью. Посетить стенд университета и оценить достижения преподавателей и студентов можно до 27 июня с 10 утра до 18 вечера в Ледовом дворце Чебоксара-Арена. Птицефабрика Маргаушская – одно из передовых предприятий Чувашии. За последние три года добилась рекордных показателей. В 2014 году птицефабрика произвела 78 миллионов штук яиц. Это 213,5 тысяч в день. Успех данный, я считаю, что это заслуга трудового коллектива в целом. Потому что люди действительно работают и работают полностью отдавая себя производству. Предприятие представляет собой симбиоз молодости и опыта. У нас есть и опытные работники, которые передают свой опыт, и молодые специалисты, которые готовы его перенять. Блюда из куриных яиц присутствуют в меню всех народов мира. А в России они особенно почитаемы, поскольку имеют сакральный смысл. Трудно назвать какой-либо другой продукт, который содержит такое количество питательных, биологически активных веществ. В желтке множество жиров, кислот, витаминов, которые положительно влияют на человеческий организм. Именно таким является куриное яйцо, полученное на фабрике Маргаушская. Продукция птицефабрики широко представлена в торговой сети республики. Фирменные киоски есть на каждом рынке в спальных районах столицы Чувашии. Активно работают предприятия с федеральными сетевыми магазинами. Конкуренция в этой сфере серьезная, действительно серьезная. Тем более в 2014 году нам пришлось отстаивать наш рынок в связи с тем, что один из наших производителей уже ушел с рынка местных. Соответственно, очень много было интервенций, так сказать, яйца из других регионов. И поэтому мы активно стараемся присутствовать на нашем рынке и увеличиваем производство для того, чтобы наш рынок был с нашей продукцией. Успешно вышло предприятие из ситуации, когда на Россию были наложены экономические санкции. К тому же после падения рубля подорожали компоненты для кормов. Конечно, первое время, когда произошли вот эти санкции, часть компонентов, которые закупались за рубежом, они подпрыгнули в цене. И, например, взять тот же соевый шрот, который в основном завозится из Аргентины, из США. Ну и плюс, когда произошел скачок доллара, все это выросло. Но сейчас мы, например, сейчас, могу сказать, мы перешли на Приморскую свою, работаем с нашими отечественными производителями. И, тем не менее, мы держим себестоимость на уровне, на достаточно низком, что позволяет не повышать цен на продукцию. Недавно Маргаушская птицефабрика вошла в число ведущих предприятий республики Агро-100. На многих выставках продукция завоевывает золотые медали. Редактор субтитров А.Семкин